В эфире программа День города. Марина Комиссарова на ваших экранах. Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Оплати стоянку и гуляй спокойно. В городе откроется еще 20 платных парковок. Мебелированный водоем. В центре города жители организовали свалку прямо в реке Лыбедь. В чистоте и не в обиде. Активисты совместно с инспекторами предлагали рязанцам помыть машины. С визитом в Рязань приехала Татьяна Яковлева, заместитель министра здравоохранения России. В рамках поездки она посетила местные поликлиники. Татьяна Яковлева внимательно осмотрела медицинские учреждения города. Она пообщалась и с сотрудниками, и даже с пациентами больниц. И лечат? Очень хорошо. У нас-то врачи. Таких еще нет врачей. Как нашего Шова Татьяна Николаевна. А она у нас на участке очень много лет. Она еще молоденькая была с института. Вот как хорошо, что вы знаете участкового своего. А я не знаю. Я еще молодая была, теперь мне 87 лет. Ой, никому не говорите. Хорошо выглядите. Платные парковки – мейнстрим сегодняшнего дня. И, казалось бы, решение проблемы хаотичного паркинга, особенно в центре города. В Рязани уже функционируют, и в скором времени откроются еще 20 подобных паркингов. Вот только воспользоваться услугой оказывается не всегда легко. С подводными камнями столкнулась Наталья Новикова. Ну, а о том, что парковка платная, говорит знак, который сложно не заметить. Совсем скоро таких в нашем городе будет еще больше. Ну, а пока попробуем выяснить, насколько это удобно и насколько это просто поставить машину на платной парковке в нашем городе. Ну, для начала есть инструкция, наверное, для тех, кто вообще не понимает, что и как делается. Ну, и первое, что я отсюда узнаю, это то, что в течение 15 минут мне нужно научиться пользоваться... Как это? Паркоматом. Для того, чтобы мне не получить штрафы и научиться пользоваться паркоматом, отведено целых 15 минут. В принципе, думаю, что этого достаточно. Прописаны и способы оплаты парковки. Через паркомат банковской картой можно отправить смс на короткий номер. Ну, и есть мобильное приложение, которое называется «Парковки в Рязани». Попробуем освоить паркомат. В принципе, на самом паркомате также есть инструкция и все достаточно понятно написано. Для начала нажимаем кнопочку «Старт». Для оплаты парковки нажмите цифру «Антью». У меня почему-то не нажимается. Почему у меня не нажимается? Введите номер парковочной зоны 101 или 102. Номер указан на паркомате. Номер 101. Введите номер регистрационного автомобиля «С». Номер 100. 80. 5. А. О. Так, где у него ОК? Галочка. 62. 20 рублей. Так, вставить банковскую карту, короче, да? В общем, как показала практика, даже производя подобные манипуляции впервые и даже будучи блондинкой, в общем-то, разобраться совсем не сложно. Впрочем, мнения паркующих сиризанцев разделились. Постоянные пользователи ценят преимущество платных парковочных мест. А вот тот, кто впервые окажется на улице Радищева или Праволыбецкой, все-таки должен иметь в запасе время и желание разобраться. Вот, насколько здесь легко и удобно парковаться из-за того, что платные парковки? Ну, я здесь работаю, поэтому да. А, никаких проблем вот с паркоматами? С паркоматами нету, с близрежащими территориями есть проблемы, потому что все забито, все занято, невозможно вообще подъехать никуда. Это очень сложно. И нет у меня такого времени, чтобы все выезжать сюда и тратить на него свое время еще. Нет возможности посылать СМС, такой тариф. Я не знаю, что вам сказать. Поеду я во двор куда-нибудь, и все. Масштабные субботники прошли в минувшие выходные. Горы мусора люди выносили из парков и дворов. Казалось бы, поддержание чистоты вокруг в руках самих горожан. Но иногда спонтанные свалки выглядят просто абсурдно. И брошенные на улице обертки и пластик кажутся цветочками в сравнении с тем, что увидела наша съемочная группа. Субботники обошли стороной место, расположенное между поликлиникой в СИН и Рязанским автотранспортным техникумом. В районе улицы Полевой протекает река Лыбедь, которую сами же рязанцы захламили до такой степени, что из мусора здесь образовалось несколько плотин. Чего только здесь нет – старые колеса, стулья, диваны, покрышки, бутылки и даже холодильник. Находясь здесь, невольно напрашивается вопрос, как все это здесь оказалось. А ведь по мостику, проходящему через речку, ежедневно проходят люди, чьему взору открывается эта картина. Именно такие неравнодушные граждане обратились в редакцию нашей телекомпании с просьбой осветить проблему для дальнейшего ее решения. Здесь же среди этой свалки плавают дикие утки. В данном случае селезень перебирается от одной выброшенной деревянной конструкции к другой, чтобы подняться над водой и, скорее всего, отдохнуть. Вот так свой день проводят дикие животные у нас в Рязани. Вся эта плотина из бытового мусора создана руками человека. Примечательно, что река Лыбедь впадает в Аку. Конечно, основное загрязнение от этого мусора уже давно унесено дальше – через Аку в Волгу. Но оставшийся хлам продолжает разлагаться и каждый день отдает по частичке грязи нашим водоемам. Вообще, это место довольно странное. Большая часть отходов лежит на берегу. Неподалеку находится какое-то подвальное помещение с открытой дверью. Кто-то здесь же на берегу разводил костер, о чем говорят угли, встречающиеся на земле. Все это занимает огромную территорию. Суть в том, что если пока внимание на столь масштабную проблему не обратили власти города, то, возможно, об уборке стоит задуматься тем, кто находится в непосредственной близости от этой заваленной мусором реки. Часть свалки располагается и на территории Рязанского автотранспортного техникума. И, похоже, это никак не волнует тех, кто там работает или учится. В свою очередь, несколько организованных групп людей на территорию учебного учреждения в день этих съемок занимались репетицией строевой песни. Патриотизм – это, конечно, хорошо, однако, как известно, он должен проявляться и в реальной помощи своему городу, народу, стране. И большую бы пользу могли принести молодые ребята, позаботившиеся о природе и чистом воздухе рядом с собой в год экологии. А наша съемочная группа, в свою очередь, смогла бы оказать информационную поддержку при этой уборке. Сегодня на Театральной площади после зимнего перерыва запустили работу главного фонтана нашего города. Присутствовал при этом Валерий Седов. С каждым днем лето торопится в наш город. Его приближение ощущается все острее. И сегодня зазвонил один из главных летних колокольчиков. Началось заполнение чаш всех семи фонтанов нашего города. К тому же, во второй половине лета рязанцев ждет сюрприз. Появится еще один. Отреставрируют старый фонтан перед цирком. Его работу можно будет увидеть уже во второй половине лета. Пробный запуск всех семи источников пройдет уже в эту пятницу. А сами фонтаны начнут функционировать с 1 мая. Их запустят в 8 часов утра, если позволит погода. За время зимы было проверено все оборудование. Отремонтированы насосы, почищены все форсунки. На прошлой неделе были отмыты чаши фонтанов после зимы. Обран мусор. На протяжении всего времени работы фонтанов их чаши будут обрабатываться раз в две недели. Также в этот период будет полностью сливаться вода и меняться на новую. А мусор, который люди бросают в чаши, будет убираться ежедневно. В воду также будут добавлять специальный реагент, который предотвращает образование водного камня на форсунках и в самих чашах. Поэтому, если лето будет жарким, залезать в фонтаны все же настоятельно не рекомендуется. Также не стоит подпускать к ним детей. Летом фонтаны города будут настоящим произведением искусства, на которое просто приятно смотреть. Инспекторы ГИБДД провели на дорогах Рязанской области рейды по пресечению нарушений правил дорожного движения. За прошедшую пятницу и выходные сотрудники пресекли 101 административное правонарушение, допущенное на дорогах Рязанской области иностранными гражданами. Среди них 12 нарушений, связанных с перевозкой пассажиров, 14 случаев управления технически неисправным транспортным средством. 13 мигрантов управляли автомобилями без наличия полиса ОСАГО и 7 не имели при себе документов на управление транспортным средством. Один иностранец был оштрафован за несвоевременную оплату административного штрафа. Среди иностранцев также распространены нарушения правил парковки, передвижения автомобиля с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, невыполнение требований дорожных знаков, управление транспортным средством без включенного ближнего света и движение на запрещающий сигнал светофора. На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, за которые им грозят строгие штрафы. Рейдовые мероприятия продолжаются. Уважение друг к другу на дороге заключается не только в соблюдении правил дорожного движения. Следить за чистотой своего автомобиля следует каждому водителю. Но иногда активистам и сотрудникам ГИБДД приходится напоминать об этом автовладельцам. Пока в России нет штрафов за грязный автомобиль. Правда, если на машине неразличимы номера, то заплатить 500 рублей все-таки придется. Ну а если водитель перед выездом протрет только госзнаки, то на чистоту самой машины сотрудники ДПС обращать внимание не будут. Поэтому грязные авто продолжают колесить по улицам нашего города. И сегодня совместно с инспекторами ДПС вновь проходит акция под названием «Чистый автомобиль». Мы все привыкли жить в чистом городе, но пора нужно начать с себя. И мы предлагаем сегодня рязанцам помыть свои машины. Причем предлагаем два способа. Дарим всем рязанцам мочалки, чтобы они помыли ее сами. Или же там, да, опять же, вместо администрации города Рязани подготовили все сертификаты на скидки в 30% в ряд автомоечных комплексов, в которых они тоже могут помыть свои машины. Для этой акции закупили около 500 губок для мытья автомобилей. Также активисты раздают сертификаты, которые дают дополнительную 30% скидку на 9 автомойках нашего города. Таких сертификатов также около 500. Водители с большим удовольствием получают все подарки от участников акции. Всегда приятно идти по чистым городским улицам. Правда, красивые виды могут испортить не только некоторые неубранные дворики, но и грязные автомобили. Такие водители создают неприятное впечатление о самом городе в целом. Я думаю, что чистые машины нужны для внешнего облика нашего города. Но, в принципе, если машина чистая, то, значит, хозяин чистопотный, значит, он не кидает мусор, где попало. Ну, я считаю, что, во всяком случае, это как-то красиво, во всяком случае, чистота показывает о чистоте города. Вы знаете, я гость этого города. Я не знаю. Конечно, желательно, чтобы они были чистыми и украшали город, а не грязью своей. Это красота, в конце концов. Чисто, хорошо, красиво. Во-первых, это экология. Лучше улучшает экологию города. И вообще, визуально приятно на это смотреть. А когда машина ездит, едет всех в грязи, ну, как-то это не так. Красота нашего города зависит не от того, как часто служба благоустройства убирает улицы, а от нас самих. Мы прервемся на короткую рекламу, сразу после которой смотрите во второй части нашего выпуска. Сезон клещей открылся раньше времени. Что делать, если неприятное знакомство состоялось? В спичке детям не игрушка. Это и другие простые истины в рамках игры, которую пожарные организовали для детского сада. Сезон клещей открыт. Погода налаживается, и в выходные, да и теплым весенним вечером горожан тянет на природу подышать свежим воздухом, насладиться веянием теплого весеннего ветерка. Не стоит забывать, что в радостном пробуждении окружающего мира от зимнего сна всех нас подстерегает опасность в виде клещей. Их проникновение на кожу незаметно, а вот последствия укусов могут быть очень серьезными. Ситуация по клещевым инфекциям на территории Рязанской области на данное время оценивается как стабильная и обычная. Конечно, несколько раньше начали нападать клещи на людей в этом году, что связано с потеплением ранним было, с ранним началом весны. Но количество укусов зарегистрировано, оно соответствует средним многолетним показателям. 59 человек пострадали на сегодняшний момент, из них 14 детей. Сам по себе клещ – это маленький жучок, но опасен он тем, что впивается в кожу и переносит прямо в кровь укушенному инфекционные заболевания, в том числе клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз и другие. Есть мнение, что клещи спускаются с деревьев, поэтому на прогулку в лес нужно надевать головной убор. На самом деле клещи прекрасно запрыгивают на людей и животных снизу, из травы и с земли. Так что опасность подстерегают повсюду. Есть определенные правила, которые необходимо соблюдать, чтобы минимизировать возможность контакта с насекомым. Клещ, конечно, переносит не одно инфекционное заболевание. Но самое страшное – это клещевой вирусный энцефалит, который способен передать клещ при укусе. Она на территории Зайской области не регистрируется. Отсюда и не проводится иммунизация населения. О прививках против клещевого энцефалита следует позаботиться тем лицам, которые будут выезжать на домичные территории нашей страны или за рубеж с туристической целью, с целью рабочей командировки. Поэтому прививки актуальны только для этой категории граждан. И можно их сделать в городской поликлинике номер 2 на договорной основе. Как уберечь себя от клеща? Длинный рукав, рубашки, длинные брюки и сапоги. Голова и шея должны быть прикрыты. Только в таком виде можно отправляться на прогулку в лес. Нужно сделать все, чтобы клещ не смог заползти и укусить. Существуют специальные репелленты от клещей, которыми можно обработать открытые участки тела в целях профилактики. Очень важно после прогулок на природе осматривать одежду и кожу. Собираясь на природу, необходимо позаботиться о своем здоровье. Прежде всего, это следует, конечно же, выбирать для стоянок, для остановки на природе. Места с низкорослой травой, хорошо открытые, которые хорошо прогреваются солнечным светом, поскольку клещ не любит мест, освещенных солнцем. Не нужно приносить домой букеты полевых цветов, различных трав, поскольку с ними можно принести это насекомое в жилище свое. Также необходимо одевать одежду в светлых тонов, которые будут максимально закрывать все открытые участки тела. Находясь на природе, проводить периодически самый взаимосмотр, чтобы вовремя снять клеща с человека. И, конечно же, пользоваться репеллентами. По всем регионам России уже начали борьбу с насекомыми. Территории санаториев, парков и других мест отдыха обрабатываются специальными составами от клещей. Но и каждый владелец дачного участка может обработать свой газон. Обработки акарицидные на территории области проводятся ежегодно. Это, прежде всего, территории летних оздоровительных лагерей, чтобы предупредить заболевания детей, и мест массового отдыха населения. То есть это парки, скверы на территории города Рязани, администрация города ежегодно проводят. В этом году эти обработки тоже запланированы. Они сейчас будут проведены с наступлением тепла. Клеща может принести и домашний питомец на своей шерсти после прогулки. Если ситуация у нас сейчас достаточно сложная по пироплазмозу, то клеща можно подхватить абсолютно везде. То есть не обязательно же гулять с собакой по местности, где обильное количество травы. То есть можно просто передвигаться по обычному асфальту и подхватить клеща. Если лечение не наступает, то, как правило, животное погибает самостоятельно. Они не могут поправиться от заболевания пироплазмозом, к сожалению. В первую очередь, соответственно, необходимо выходить на улицу собаке, которая должна быть предварительно обработана от клеща. То есть в данном случае подходят или капли, или ошейники, или спреи. Так как достаточно большое количество у нас пациентов сейчас обращается, лучше использовать несколько средств защиты для животного. То есть это обработка спреем и нанесение, например, капель на холку, или обработка спреем и дополнительно ошейник. По возможности, если, конечно, финансы позволяют, то неплохо было бы обрабатывать перед каждой прогулкой лапки и животик. Что же делать, если клещ все-таки укусил? Сначала от паразита нужно избавиться. Ни в коем случае не выдергивайте клеща. Вы, скорее всего, оторвете только тело, а головка останется глубоко в коже. Лучше доверить извлечению клеща профессионалам в травмпункте или поликлинике. Но если помощи ждать неоткуда, важно захватить клеща как можно ближе к хоботку и, держа его строго перпендикулярно поверхности кожи, поворачивать, как бы выкручивать клеща из раны. Место укуса нужно обязательно продезинфицировать йодом или одеколоном. Если головка осталась в коже, придется просто обработать место йодом и ждать, когда она выйдет сама. Самого клеща выбрасывать нельзя. Его нужно сдать на исследование в микробиологическую лабораторию на анализ, чтобы выяснить, был он зараженным или нет. А следовательно, рискуете вы заболеть клещевым энцефалитом или все в порядке. В одном из торговых центров Рязани открылась фотовыставка, посвященная бездомным животным. Среди героев, изображенных на снимках, есть те, кто уже нашел свой дом и те, кто продолжает его искать. Мероприятие для привлечения внимания к четвероногим организовала служба по контролю за безнадзорными животными. Бездомные не значит ненужное. На втором этаже торгового центра «Малина» теперь висят фотографии бездомных животных. Пушистые, гладкошерстные, породистые, обычные дворняги. Кто-то из них уже обрел свой дом и любящих хозяев. Кто-то по-прежнему ждет своей порцией домашнего тепла и уюта. И у всех у них своя история, чаще всего начинающаяся с предательства человеком. Вот у нас мальчик Спайк полтора месяца и девочка Агнесса этих щеночков нашли около круиза. Они лежали в мешке, завязанные около дороги. И мы очень долго по очереди их выхаживали. Как рассказала директор городской службы по контролю за безнадзорными животными Марина Селезнева, щенков всегда хватает. В любой момент можно выбрать себе питомца на любой цвет, размер и характер. А выставка в подобном формате проходит впервые. Цель – показать, что безнадзорное и бездомное животное не значит ненужное. И необязательно тратить деньги на то, чтобы обрести настоящего друга. Друга невозможно купить за деньги. И абсолютно неважно, какая у него порода. И здесь мы показали фотографии животных, которые уже нашли свой дом со своими хозяевами. Например, они ездят в машинах, моются в ванной, сидят с детьми, играют, выполняют команды. Также животных, которые еще пока содержатся у нас в центре передержки, и ищут своих хозяев, для того, чтобы люди могли ассоциировать животное с улицей и животное домашнее. Сейчас в областном центре, отметила Марина Селезнева, проводится системная работа с бездомными животными. Отлов последних ведется гуманными методами. После чего животных отправляют в центр передержки. Сейчас, пока действует один подобный центр на проезде Яблочково, здесь содержится 232 собаки и 5 кошек. В ближайшем будущем планируется открыть еще один центр передержки на Южном промузле. Все собаки, которые попадают на передержку, проходят обязательное чипирование. Чип ставится в холку. Это практически безболезненная процедура. Этим аппаратом мы считываем номер чипа. Вся информация заносится в единую базу. То есть кличка, пол, возраст, информация о вакцинации. Номер телефона, адрес и имя владельца отныне также в базе. И если вдруг питомец потеряется, хозяина можно будет быстро и легко найти. Рекламы, проводимые городскими властями работа, делают свое дело. Только за последний месяц 22 животных обрели дом. А одним из первых, кто взял себе друга из приюта, был мэр города Олег Булеков. Кроме усыновления, у горожан есть возможность и взять животное под опеку. Такую собаку или кошку можно определить в городе по наличию желтой клипсы. Начало нового положено. И главное, что нас услышали, у нас сейчас идет хороший очень симбиоз. Людей, власти, зоозащитных организаций, бюджетных организаций. То есть сейчас мы превратились в такое единое целое, которое вместе идут, так скажем, светлому будущему. Конечно, в идеале бы, чтобы не требовались приюты в городе вообще. Но пока мы будем развиваться и делать все возможное для того, чтобы бездомных животных стало гораздо меньше. А сейчас взять домой можно как героев открывшейся выставки, так и тех животных, которые на выставку не попали, но не менее сильно ждут заботливых и надежных рук. Для этого достаточно обратиться в службу, чтобы заключить договор об усыновлении животного. Ведь главное, чего не хватает в приюте, несмотря на все старания волонтеров и всех неравнодушных, это ласки, в которой так нуждаются животные. Ну и, конечно, никогда не стоит забывать о том, что животные чувствуют голод и холод, и каждый день, находясь на улице, борются за свою жизнь. И нет ничего проще, чем просто помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. О важности профессии пожарных знает каждый ребенок. Но вот познакомиться с настоящим сотрудником МЧС доводится не всем. Так что праздник, посвященный Дню пожарной службы, юные рязанцы запомнят надолго. Впрочем, как и основные правила бережного и ответственного обращения с огнем. Ежегодно 30 апреля в нашей стране отмечают День пожарной охраны. В преддверии профессионального праздника сотрудников МЧС России Паризанской области решили поздравить юные воспитанники одного из детских дошкольных учреждений города. Для них малыши тушили импровизированный пожар, с помощью конкурсов показывали свои знания пожарной безопасности и специально для гостей прочли стихи. С огнем волосы нелегко и подчас опасна. Профессия пожарного, почетный и классный. Однако главной целью этого праздника является отнюдь не поздравление пожарных, а закрепление знания малышей о правилах безопасности вот в такой игровой форме. Игра – самая основная их деятельность. Все надо потрогать, все надо увидеть, все надо пропустить через свои эмоции. Поэтому мы выбираем именно такие способы воспитания. Уже не первый год сотрудники МЧС откликаются на просьбу руководства дошкольного учреждения «Планета. Почему?» принять участие в праздновании Дня пожарной охраны. Ведь обучению детей правилам безопасного поведения в Министерстве чрезвычайных ситуаций уделяется особое внимание. С этой целью МЧС совместно с общественными организациями и Министерством образования проводит целый ряд мероприятий, в том числе и подобные праздники. Учитывая возрастную категорию, главное – это показать детям в простой игровой форме, как нужно себя вести. С этой целью будут проведены конкурсы, викторины. Также детям представлена пожарная техника. Всегда дети с удовольствием наблюдают за работой пожарных, с удовольствием могут посидеть в пожарной технике, сфотографироваться. Это дает им положительные впечатления, эмоции. И в то же время у ребенка в память откладываются основные правила пожарной безопасности. Мечта многих малышей пообщаться с настоящими героями и самим почувствовать себя на их месте сегодня исполнилась. Ну и, конечно же, каждый из них уяснил, как нужно себя вести вблизи открытого огня и что делать, если, не дай бог, начнется пожар. Руководство детского центра надеется, что этот праздник станет традиционным. Сегодня в мире вспоминают жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС. Она оставила свои следы за сотни и тысячи километров от очага событий. Ежегодно здесь, на площади 26 бакинских комиссаров, собираются люди, чтобы отметить эту важную дату – 26 апреля. Именно в этот день, в 1986 году, произошла Чернобыльская катастрофа. Одна из самых трагических дат в истории человечества – масштабная технологическая катастрофа в атомной энергетике – произошла в 1986 году на четвертом блоке Чернобыльской АЭС. Этот день надолго изменил уклад жизни миллионов людей в России, СНГ и за ее пределами. Затронула она и Рязанскую область – часть территории, которая по интенсивности была отнесена к зоне слабого радиоактивного загрязнения. С момента аварии прошло более трех десятилетий. Значительная часть радионуклеидов распалась. Активность Цезия-137 и Строн-Ц-90 уменьшилась в два раза. Предпринятые долговременные меры защиты привели к существенному снижению доз облучения для здоровья населения. За прошедшее время границы зон радиоактивного загрязнения и перечень населенных пунктов, находящихся в них, неоднократно пересматривалась правительством Российской Федерации. По состоянию на 2017 год на территории Рязанской области их осталось 285. Начиная с первых дней после взрыва на ЧАЭС и до сегодняшнего времени радиационная обстановка на территории нашей области находится под постоянным государственным контролем. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. До следующих выпусков. Всего доброго. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok